так здравствуйте начинаем мы нашу итоговую лекцию вернее итоговые две лекции которые сегодня пройдут вот сегодня речь пойдет об общественных нормах сначала в общественных нормах поведения людей в день человека то есть общество в той или иной форме устанавливает определенные нормы и люди их придерживаются или можно сказать в какой-то мере придерживаются а в какой-то мере не придерживаюсь потому что скажем норма будет нужно такие устанавливать если вы устанавливаете нормы значит обязательно кто то и не придерживается Почему? Потому что если все придерживаются какой-то нормы, то ее не надо устанавливать. Ну, например, нелепым был бы какой-нибудь закон или требование такое ко всем, чтобы вы завтракали по-трому. Ну, как бы без этого установления и без того, чтобы вводить такое правило, писанное или не писанное, и без этого это делается. Ну, по отношению к нормам таким моральным, нравствам, это как бы само собой понятно. А ну, это же относится и к законам. Вот кажется, что закон – это то правило, которое нельзя нарушать. Да? А есть такие законы, которые не нарушают? Но если закон никто не нарушает, зачем он такой закон? Бессмысленно сделать закон, его никто не нарушает. Зачем дописывать, что это закон? Это вот люди так действуют. Можете описывать их действиями, можете об этом рассказывать, можете писать об этом, но сам по себе закон в этом случае не нужен. То есть законами являются только такие правила, которые нарушаются. Поэтому, когда говорят о нормах, мы должны к этому относиться так, чтобы видеть не только их соблюдение, но и непременно их нарушение. И различаются нормы прежде всего потому, как реагирует общество на нарушение каких-то тех норм, которые в обществе устанавливаются. Поэтому все нормы, которые есть в обществе, можно разделить на две группы. Те нормы, за которые полагается какое-то государственное наказание или применение мер государственного принуждения, и те нормы, за которыми, или за нарушение которых никаких мер государственного принуждения не предполагается. Не предполагается. Вот надо видеть различия этих двух норм. Давайте начнем с таких норм, которые, за нарушение которых предполагается наказание. Что это за нормы? Значит, правовые, а раз они правовые, то надо вспомнить, а право что такое? То есть вам сказали не выдавать. Если будут спрашивать, не выдавать. Как бы вы играете, что вы в партизанском отряде, и тут вас пытают, а вы, как бы вас ни пытали, вы не выдадите. Значит, что такое право вообще? Право. Можно по-другому поставить вопрос. Вот говорят о правах человека. Права человека якобы появляются с рождения. Это так? А что это такое, что появляется? Разве есть что-нибудь естественное в праве? Вот рождается человек, он оказывается, а теперь, значит, выясняется, что у него есть право на жизнь. А что, если бы у него права на жизнь не было, он бы не рождался, что ли? Это и не естественно, что человек рождается без того, есть право, нет права. Это разве не естественно? Вот это более естественно, чем то, что еще человек рождается, а ему начинают говорить, так, у вас есть право на жизнь. Но если есть право, значит, у кого-то нету? Поэтому какой смысл утверждать право на жизнь, если не... А? Почему оно право-то? Вот только что мы... Вот смотрите, как у нас была беседа. Мы сначала определили, что правовые нормы предполагают какое-нибудь применение насилия со стороны государства. Ну, какое вы собираетесь насилие применить в случае, если человек не родился? В случае, если его лишают жизни? Если его лишать жизни? Так человек лишает жизни именно по праву, сплошь и рядом. Смертная казнь, пожалуйста, возьмите, демократические Соединенные Штаты Америки. Там есть разные виды наказаний, связанные с лишением жизни. Во-первых, сажают на электрический стул. Во-вторых, три укола в других штатах. Один такой, чтобы человек... Приободрился. Второй, чтобы успокоился. А третий, чтобы успокоился навсегда. Действуют эти нормы. Скажем, в Китае расстреляли 10 тысяч взяточников. Может быть, на Китае-то немного. Там миллиард 380 миллионов человек. Но это люди, которых жизнь не лишили. Это такие серьезные нарушения. Во время войны лишают жизни того, кто напал на государство, на это. Если государство защищается, вот есть национально-освободительные войны. И как вот те люди, которых пытаются захватить и поработить, они имеют право лишать жизни тех, кто посигнул на их свободу. Или есть обычные войны, в ходе которых одна сторона пытается оттяпать часть территории у другой страны. При этом с собой и к сторонам имеются жертвы. И кто она... То есть это какое-то эфемерное право. Кто его соблюдает, это право? Где вы видели, чтобы соблюдали право на жизнь? Вот сейчас вам передают по радио. У нас в России, в Дагестане, сейчас в квартале таком-то города, такого-то, объявлена контртеррористическая операция. И три боевика застрелены, убитые. Это же каждый день такие сообщения. Не замечаете? Нет? У нас смертной казни нету, потому что если будет суд, то ее не будет. То есть она моратория наложена. Она есть, у нас смертная казнь в уголовном кодексе, но Россия подписала мораторию на смертную казнь, так сказать, что она не будет применять. Но в право не ввело. В право как раз не ввело. Это не право, а это соглашение. Просто договорились с рядом государством. Но при этом в праве есть, например, презумпция невиновности. И вот нам говорят, что подозреваемые в терроризме убиты. Это как с презумпцией невиновности? Какая презумпция невиновности, когда они уже убиты? То есть какие тут могут быть права на адвокат, на право защищаться? Как вы собираетесь защищаться? Они и так защищались. Они были гранатометами, у них были гранаты, базуки. Их убили в ходе перестрелки. Причем в ходе перестрелки пострадали и работники правоохранительных органов, скажем, специальные части, Федеральные службы безопасности. Где вы видите это соблюдение этих так называемых прав человека? И откуда они вообще взялись? Откуда вообще взялась эта формулировка права человека? Когда люди узнали, что оказывается им для того, чтобы родиться, нужно иметь право? Вы когда об этом узнали? В школе узнали. А до этого вы не знали. То ли вы законно родились, то ли нет. Вот понятие незаконно рожденной и другое имеет смысл. Правда? То есть, дескать, незаконно рожденной в том смысле, что так не принято было в феодальном обществе. Не от того рожденной и так далее. Не таким образом. А в данном случае с какого времени стали считать, что человек имеет право на рождение, на жизнь? Вот кошки не задумываются, что у них. Вот они рожают, этих самых котят. И как-то они обходятся без права, да? Собаки, птицы, вот колуби, чайки, моржи. Обходятся без этого права на жизнь. Пингвины. Прекрасно. Откуда эта настройка такая взялась, что вот так, какое украшение? Это фундамент вообще или орнамент? И кто этот орнамент придумал и в каком веке и когда? Кто вообще провозгласил вот это право человека на жизнь? Как провозгласил? Не задумывались никогда? А естественно, право человека говорили о просвещении. Вот. И в эпоху просвещения говорили, а установили, когда не говорили, а установили. Вот в каких документах вот это проглашалось? В конституции. В какой? В чьей конституции? Ну, впервые это было, когда сделано в каком документе, в каком государстве. можно я скажу? Вот. Вам известна французская буржуазная революция? Когда она произошла? В 1789 году. И вот она провозгласила декларацию прав человека и гражданина. Вы не читали? Там, кроме того, что человек имеет право на жизнь, записано, что он имеет право на частную собственность. До этого такого записи не было. Как бы частная собственность-то была. Вот такого права проглашенного тоже не было. то есть право на частную собственность на таких же основаниях проглашено, как право на жизнь. На собственность, на свободу слова, собрание и на искание счастья. То есть, чтобы вы могли уехать в любую другую страну по всему миру. где больше вы наберете частную собственность, тогда можете лететь, ехать, плыть и так далее. То есть, до этого никакого, собственно говоря, такого права особого на жизнь, в отличие от того, что у человека есть жизнь, просто не было. Здравствуйте. Нет, это не Андрей Юрьевич. У меня лекция. Вы сюда больше не звоните, пожалуйста. Право же мы с вами говорили, что если речь идет о государстве, которое защищает, а государство что такое? Мы уже этот вопрос как бы проходили. Государство что такое? Право без государства что-нибудь значит? Нет. То есть, если оно не защищается силой государства, это пустые, пустые вообще слова, пустые разговоры. Вот. Если это правовая какая-то норма, то оно защищается силой государства. А государство что такое? Государство это организация насилия в интересах господствующего класса. Ну, господствующий класс вот такую формулировку нашел красивую и эту формулировку записал. И как? Поскольку он господствующий класс, что его характеризует? Раз господствующий класс, он ограничен законами или нет? Абсолютно. Ну, раз он господствующий, он же может принять любые законы. Ну, скажем, вот сейчас в России три буржуазные партии, Единая Россия, Справедливая Россия и ЛДПР, составляют большинство, больше двух третей в Думе. Они в состоянии сменить конституцию, не только принять какой-нибудь закон. Они ограничены какими-то законами? Нет, потому что сами они их творят. Поэтому Буржуазия ничем не ограничена. А как называется власть ничем не ограничена, никакими законами? Власть не ограничена никакими законами называется диктатурой. Это определение диктатуры. Диктатура это власть не ограничена никакими законами. И вот класс, который не ограничен никакими законами Осуществляющий свою диктатуру Делает такие красивые записи И что из этого следует? Что ему, когда этому классу что-то надо Он кого надо Запросто жизни лишается И это мы видим постоянно Если нужно кого-то лишить жизни То при попытке к бедству он будет застрелен Полицейский в Америке имеет право застрелить Того, кто по мнению этого полицейского Вот собирался напасть на представителя власти То есть на него Имеет право? Вот и все это право на жизнь Вот и все это право Какое это право? Это право декоративное А с точки зрения вообще естественной Рождение не нуждается ни в каких правовых нормах Само по себе рождение Правильно? Животные рождают себе подобных Не обременяют себя никакими правовыми Эти вот удостоверениями Или правовой нормой и так далее Другое дело, что вот скажем Постепенно человечество освобождается Освободилось от такого понятия Как незаконно рожденный Как бы он вроде есть и живет И он какой-то незаконный Такого сейчас нету, да? Вот уже в буржуазном обществе такого нету Но есть лица без гражданства Например, сейчас в прибалтийских странах Есть такой статус не граждане Вот если вы не знаете, допустим, литовский язык И не знали экзамен по литовскому языку Усиленный Который, видимо, великий такой язык Чтобы все народы должны знать этот литовский язык Иначе они не будут читать Самые значительные произведения Мирового науки Вот вы будете не гражданами И в статусе не граждан Тьма людей, которые были раньше гражданами Советского Союза Так То есть вся эта идея про права человека Это право буржуазное Что по поводу прав человека Который проглашала буржуазия Назарет Тогда, когда она действительно была передовым классом Она же передовым классом была В чем ее была прогрессивная роль? Она же боролась против крепостничества И всех освобождала Это потом выяснилось, что она освобождала для чего? Вот если вы крепостная А я собираюсь построить фабрику или завод Я должен бороться за освобождение от крепостной зависимости? Как нет? Иначе вы ко мне не придете Вот вы освободили от крепостной зависимости И согнали с земли А вам захотелось кушать Вы приходите ко мне и говорите Михаил Алексеевич, можно у вас на фабрике поработать? Я говорю, можно, но надо вот, давайте Вот зарплата, она маленькая Вы подумайте еще, сюда сходите Может там больше платят Вы походили, походили несколько дней Потом снова ко мне приходите Поскольку никто больше вам зарплату не предлагает А зарплата что такое? Это цена рабочей силы А рабочая сила это что? Это ваша способность к труду Это ваши товары У вас ничего больше нету Ничего больше Вы совершенно свободны Вот за свободу же выступала бурразея Вот она освободила крестьян У них теперь нет ни земли Ни средств производства никаких Ничего нет И вот они Это нужно было освободить людей Чтобы они пошли на фабрики и заводы Куда вы поехали? У вас нет земли, нет ничего, куда вы поехали? В город поедете Наниматься на фабрику Вот вы нанялись Трастильщицей Или намотчицей Или предильщицей Или ткачихой Или еще кем-нибудь вы нанялись Вот вы нанялись И, так сказать, после этого Вы опять свободный человек Вы 8 часов Там, если это 10,5 часов было в России Рабочий день Вот вы 10,5 часов отрабатываете То, что необходимо, чтобы вы получили зарплату Потому что вас, как бы, приобрели вашу рабочую силу Вас целиком-то не покупают Покупают целиком при рабовладении А здесь, вот на какое-то время На 10,5 часов Дальше вы свободны, как птица Но завтра, будьте добры, в 6.30 Будь на работе И так далее Вот все это А что по поводу Вот этих прав человека Говорил Чернышевский Наш революционерный демократ Он говорил, что Права человека Означают, что каждый может есть на золотом блюде Если оно у него есть То есть вот в такой форме он выразил Кратко Смысл этого Вот, скажем Бомжи у нас сейчас У них есть право на жилье? На жизнь есть? Есть Но у них уже нет ни паспорта Потому что паспорт у них Забрались и люди Которые говорят Дайте нам ваш паспорт Вот вам деньги Пойдите покушайте А у них денег нет? Они деньги от паспорта отдали На этот паспорт Открыли фирмы Однодневки Эти фирмы Использовали для обналичивания И закрыли Паспорт Выбросили Теперь у него нет паспорта Право-то иметь паспорт У него есть Даже обязанность есть Но у него нету этого паспорта Раз нет паспорта Его уже никуда и не примут Дальше Но у него право на жилье-то есть? Есть А жилье есть? Нет Но у него нет такого запрета Около теплых труб Стоять Нету Но сейчас вот закрывают Площадки Лестничные Чтобы там никто не стоял Около батарей Поэтому они ищут Где проходят теплотрассы Нету же Вот если они туда удается Там открыть люк И туда забраться Может быть они какие-то права Там нарушают? Что не надо Там где проходит теплотрасса Что там кто-то был В целях безопасности Кого? Ну Прежде всего тех Кого обогревают эти трубы Ну они Вот если удастся им найти такое место То они зимой не умрут Они удастся А они зимой Они зимой доживут А кто-нибудь заметит Что они умерли? Нет Вот вы говорили Так хорошо Красиво Насчет права на жизнь Вы в крематории Не бывали? Нет? Ну и хорошо Ну я хочу вам Поделиться с вами Мы тут Хоронили одного Коллегу Крематорит Поскольку Ждали Когда это будет Переприятие Пройдет там В одном из залов Стоят Лежат старушки Которые умерли У которых не было Родочников И они умерли Никто об этом не знал Ну потом Открыли все-таки Эту квартиру В один прекрасный день Потому что Они никаких признаков В жизни не подавали Никто Оттуда не выходил Долго Дворников Сейчас нету Они все Пребывают В другом месте Это раньше В каждом доме Был дворник Который знал людей Государство Их хоронит Родственников Нету у них Право Есть наверное И право На то Чтобы их похоронили Никто это не Проглашал Ни в какой Декларации В том числе И французской Буржуазии Но вот Наше государство Заботится о том Чтобы эти Все-таки Были похоронены Если они Обнаружены Как их хоронят Полиэтиленовый мешок Завернут И похоронят И лежат они В этом самом В кальматории Черные Когда я вот Увидел Думал Что же они Негры тут что ли Негров нависли Каких-то старушек Черные Ну видимо Они вот Когда лежат Там много времени Это мумии Когда их Мумифицируют Специально Намазывают Они их могут Сохранить В таком виде Как это сделали Египтяне А так вот Получается Вот Поэтому Когда вы Сталкиваетесь С такими С реальными С событиями С реальными вещами В нашей Причем Жизни Вы обнаруживаете Что право На жизнь Есть А жизни Нет Право На Жилье Есть Жилья Нет И тут Даже Право На похорон Вроде бы Даже его И нет То есть Такое Право Которое Никак Не связано С его Осуществлением И не Предполагается Вот В советское Время Записывалось В конституции Только то Что Обеспечивать Если Говорилось Бесплатное Жилье Это значит Вот вы встанете В очередь Она пройдет Там И через некоторое Время Вы получите Очередь В жилье А не то Что вот Право на жилье Есть Но жилье И как хотите И как хотите Сейчас А он Может заплатить Не видит Не видит Выхода Из этого Деньги Например Особенно Танято Тем Как бы Передвинуть Продолжительность Срок выхода На пенсию Потому что Слишком много Пенсионеров Доживает То есть Пенсионеров По возрасту Доживает До периода Выплаты Пенсии А как бы Сделать Чтобы Чтобы Период Выхода На пенсию Был Так далеко Чтобы Взносы Пенсионные Все время Вземались Предприятия А потом Бои Они Не тратились Такой Период У нас Уже Был Вельцинское Время Вельцинское Время Возраст Мужчин Был 59 Продолжительность Жизни Мужчин Была 59 А срок Выхода На пенсию 60 И Мужчины Себя Вели Очень Хорошо Они Эти Деньги Не тратили Которые В пенсионном Фонде Складывались А женщины Вели себя Безобразно Почему? Потому что Они Вот уже Выходят На пенсию 55 лет И Продолжают Жить Как ни в чем Не бывало Может быть Потому что Тогда Когда Некоторые Мужчины Лежали На диване И смотрели Телевизор Они Ходили Гулять Со своими Детьми Бегали Стирали Убирали Вели Вели Всякую Работу Двигались И живут И живут Это Теперь Преступление Перед Экономическое Преступление Перед Современным Государством Ничего Они не дают Государству Приходится Платить им Пенсию И Даже Скажем Тот Кто у нас Был Министром Финансов Кудрин У которого Я был Руководителем Мой Диплом Вот Вот Этот Министр Финансов Кудрин В качестве Руководителя Центра Стратегических Исследований Они Щеки Надували И Решили Что Единственное Что можно Сделать Для подъема Нашей экономики Это Передвинуть Начало Пенсионной Жизни Людей То есть Увеличить Водраст Выхода На пенсию Вот и все Вот Гора Родила Ну мы с вами Если мы с вами Говорили о том Что такое право Можем и записать Право Это возведенное В закон Воле Господствующего Класса Никаких Прав Человека Какого-то Одного Человека Нету Есть права Есть право Как возведенное В закон В воле Господствующего Класса И вся история Знает Очень мало Видов Прав Какие Бывают Права Никакого Права В первобытном Общинном Коммунизме Не было Потому что И не было Государства Не было Таких норм Которые Защищались Силой Государства Соответственно Не было Господствующего Класса И ни о каком Праве Речи Нельзя было Вести 90 тысяч Лет Люди Прожили При первобытном Общинном Коммунизме Потом Было Право Рабовладельческое Особенно Известно И он так Выспренно О нем Говорят Как бы источник Права И руководствуется На него Опираются На него Ориентируются А римское Право Это Чьё было Право Воле Возведённое В закон Воле Рабовладельцев Вот это Возведённое В закон Воле Рабовладельцев Она берётся За некий Образец И сегодня Поскольку Наши Нынешние Господа Жизни Те люди Которые Обладают Капиталом Они чувствуются Рабовладельцами И поэтому Для них Эти нормы Права Кажутся Образцовыми Потом И по этим Нормам Права Рабовладельческого Можно было Убить Раба А он Человек Как с правами Силуэка А как же Это Как вы сказали Естественно Убить Было Естественно Раба Естественно Для Рабовладельцев А вот Чтобы Раб Защищался Это было Неестественно Если он Будет Защищаться Его Тем более Убьют Он же Не считался Человеком Или можно Сказать Да Права Человеком Были Соблюдены Просто Не надо Считать Раба Человеком И все И убивать Его Очень просто Решается Проблема И тогда Действительно Человек Он Высоко Поставлен Поскольку Человеком Считался Только Рабовладелец И какое-то Количество Свободных Граждан Которые То ли Потеряли Рабов То ли Еще не Приобрели И поэтому Они Не рабовладельцы И не Рабы Но они Там Серьезного Числа Людей Не составляли Это Было Рабовладельческую Эпоху Потом Была Какая Эпоха Эпоха Феодализма Какое Право Было Феодальное Имеет Помещик Право Убить Крестьяне Нет Не имеет А что Имеет А имеет Право Продать Вот Если Вы были Моей Крестьянкой Я бы Сейчас Вышел Сказал Кому Нужна Отличная Крестьянка Толковая Умная Дисциплинированная А еще Проходит Мимо Никто Не хочет Купить Ярик Какой Высыпил Выходил Агитировал Продавали Людей Продавали Крестьян Причем У вас Семья Допустим А можно Взять Без семьи Нет Такого Обязанности У помещиков Семьи Продавать Ну Вот Семьи Были Может 13 Человек Зачем Это Кто Это Будет Покупать Вот Я Прихожу У вас Есть Есть Крепостные Есть Сколько Ну Вот Купите Семью 13 Человек Не Мне 13 Не Надо Знаете Как Это Любят Сейчас Торговцы Там Яблоки Кучкой Продавать Морковку И тут Вроде Кучкой Семью Нет Семью Я не Буду Покупать Дайте Мне Вот Этих Пять Девушек И Двух Парней Эти Посуду Будут Мыть За Коровами Ходить А эти Будут Мне Копать Купил Но Тот Говорит Дороже Будет Если Это Без Семьи Ничего А Если У Меня Много Этих Самых Крепостных То Это Показатель Чего Что Я Успешный Если У вас Мало Успешный С вами Встречаемся У вас Я Узнаю Что У вас Трое Только Крепостных А у У меня Триста Вот Я Иду Мимо Говорит Здравствуйте Михаил А Я Так Даже Не Отвечаю Пошел Почему Потому Что Я Важный Крепостном Обществе Крепостническом Обществе А вы Тогда Не Важны И Наоборот У вас Пятьсот Крепостных А тут Я Подхожу Можно Вам Задать Вопрос Да Я С этими Такими Как Вы Не Разговариваю У А У меня Только Пять Я Начинаю Еще Пять Подрисовывать Мертвые Души Якобы У меня Десять Сколько Хоть Со Мною Руку Мне Подали Это Не Говоря О том Это Не Об Отношении Речь Идет К Крепостным А О Отношениях Между Представителями Господствующего Класса Как Сегодня Различается Миллиардер Допустим Лисин От Какого-то Там Миллионера Скажите Какой Миллионер В Миллиарде Тысяча Миллионов Тысяча Вот У меня Семнадцать Миллиардов А Тут Какой-то Миллионер Несерьезные Люди Ну А Что Касается Тех Людей У Которых Таких Сум Нет Вообще Это Не Люди Дальше Поехали Следующее Общество Общество Красивых Слов Буржуазный Строй Здесь Все Красиво Провозглашается Вам Вот Так Понравилось Такое Естественное Право На Жизнь Естественное Естественное Право На Жизнь Решают На Каждый Шаг Человек С Голоду Имеет Право Умереть Пожалуйста Умирайте То Есть У Нас Безработица Четыре Процента Как Бы Люди Не Бегали И Старались Четыре Процента Убьют Не Зарежут Потому Что Если Есть Безработица Значит И Людям Нечего Есть Голодный Человек Что Может Делать Вот У Него Дети Кричат Он Пойдет И Стащит Что Нибудь Или Сворует А Если Будут На Него Нападать Он Будет Защищаться Ну Если Заложено Это Четыре Процента Откуда Берутся Вы Что Думаете Вот Такой Глупый У нас Буржуазный Класс Он Не Может Посчитать Сколько У Нас Людей Сколько Потенциальных Работников И Сколько Рабочих Мест Он Не Может Эти Две Цифры Поставить И Сделать Больше Рабочих Мест Чем Работников Вот Как Было В условиях Социализма И У Работников Был Выбор А Он Зачем Делает На Четыре Процента Меньше Скажите Пожалуйста Вот Вы Будете Чего-то Требовать У Меня На Работе А Вот Там За Вами Стоят Еще Два Человека Которые Готовы За Меньшую Плату И Без Этих Разговоров И Требований Работ Вот Зачем Нужна А Иначе Вы Будете Требовать Дайте Требовать Зарплату Выше Там Условия Труда Обойдетесь Вон Там Есть Другие Вон Посмотрите У нас Кто Работает Водитель Маршрут Вообще Не Русские Работают Рабочие То есть Приехали Люди Из Таких Государств Без Зарплаты На Порядок Ниже Допустим Вот В 90-х Годах Картина Была Такая У нас Допустим Десять Тысяч А там Тысяча У нас Двадцать Тысяч А там Две Тысячи В Узбекистане Человек Который Имел Две Тысячи Готов Работать Сколько Угодно Где Угодно И как Угодно И ничего Не требует Вот Вы Если Сейчас Пойдете У нас Есть Такое Предприятие Любое Возьмите Автобусное Войдите К этому Предприятию И Вы Видите Вокруг Ближнего И дальнего Зарубежные Люди Собираются Они Составляют Костяк Всех Людей А если Вы Состоят Много Видели Русских Горников Сейчас А Право А как Право То есть Надо Понимать Что Есть Право Для Разговора Для Выставки Есть Право Реальное Как Введенное В закон Воля Господствующего Класса И Соответствие С Этой Волей Соответствие С Этой Волей И Осуществляется Те События Которые Складываются Нашей Жизни А Следующая Система Права Права Какой Господствует Класс В Коммунистическом Обществе В первой фазе При социализме Какой Какой Класс Является Господствующим В условиях Социализма Рабочий Класс Он ограничен Права Ну как Оно Ограничено Если Партия Рабочего Класса Организует Выборы Эти Выборы Проводятся Так Чтобы Избрали Прежде всего Представителей Рабочего Класса Или тех Людей Которые Стоят На Позициях Этого Класса И так Далее До тех Пор Пока Это Делается То Так Как Мы Говорили О Буржуавном Классе Мы Можем Сказать О Рабочем Классе Рабочий Класс Ограничен Какими Законами При Социализме Он Ограничен Законами Или он Творит Эти Законы Он Господствующий Класс Как Он Ограничен Нет Конечно Как Я Сам Себя Ограничивает Законы Он Устанавливает Какие Вот Нему Законы Нужны Так И он Устанавливает Они Ограничивают Да Так А право Что Такое Право Это Введенное В закон Воле Господствующего Класса То Если Он Осуществляет Свою Волю Он Разве Тем Самым Ограничивает Себя Или Наоборот Он Безграничен В своей Воле Безграничен Господствующий Класс Все Зависит От Того Какие У него Интересы Вот Если У него Интересы Такие Что Он Когда Эти Интересы Учисляет И Другие Выигрывают Какие То Классы У Рабочего Класса Такие Интересы Что Он Не Может Улучшить Своё Положение Без Улучшения Положения Других Слоёв И Классов Социалистического Общества Например Как Он Может Улучшить Положение Своё Без Того Чтобы Он Улучшил Положение Учителей У него Будут Неграмотные Дети Как Он Может Улучшить Своё Положение Не Улучшил Положение Медицинских Работников Врачей У него Будут Больные Дети И Сам Будет Нездоров Как Он Может Не Заботиться О Скажем Преподавателях Вузов Но Не Будет Высшего Образования Хорошего Для Тех Самых Рабочих Поэтому Рабочий Класс Чтобы Он За Что бы Он Не Брался Как Господствующий Класс Он Должен Осуществлять То В чём Заинтересованы Как раз И Другие Слои И Классы Сциалистического Общества Поэтому Это Имеет Место Но Это Не Означает Что Он Отказывается От Своей Диктатуры Наоборот Потому Что Он Осуществляет Свою Диктатуру А Диктатура Это Что Что Такое Диктатура Государственное Строе Государственное Строе Государственное Это Не Строе Это Сущность Этого Строе Это Всё Ром Что Я спросил Вы Кто Я Сказал Я Душа У вас Есть Душа Но Это Всё Так Не То же Самое Есть Человек А Есть Его Душа Или Его Сущность Сущность Человека Сам Человек Животное Общественное Высшее Разумное Говорящие Трудящие А Сущность Человека Что Он Животное Или Сущность Человека Общественное Сущность Человека Общественное По Сущности Мы С вами Люди Бесконечные И Вечные Всё Что всегда в истории человечества. Вы, наверное, сюда и пошли, чтобы попасть в историю. С исторического института истории легче попасть в историю, чем с другого. Всякий класс господствующий осуществляет свою депутатуру. Формы бывают разные. Это может демократическая форма быть, как в руководительском обществе или в разном. Она может быть аристократической формой. Аристократы правят. Благородные правят. Если вы благородная графиня, или дочка графиня, вот вы и править должны. Если у меня мама или папа не граф, не барон и не князь, то вы меня отправите на конюшню. И все. Почему? Потому что вы благородные, а я не благородный. И вот кто имеет право идти на государственную службу, занимать государственные должности. Только один класс. Благородный. Немножко нарушил это правило Петр Первый, когда установил еще институт служилого дворянства, что можно выслужить себе. Будьте верным служить этому господствующему классу. И даже если вы неблагородные, то, может быть, вы станете дворянкой. Например, вот отец Ленина. Вот он выслужился, и когда Ленину было 16 лет, он получил дворянское звание. И стал служил им дворянином. Ну, соответственно, и вся семья стала дворянской. И Ленин, и стал дворянином 16 лет. Вот можем сказать, что революцию возглавлял дворянин Владимир Ильин. Ленин. Так что наша революция не только пролетарская, но и дворянская. Тем более, что ВЧК возглавлял дворянин Дзержинский. А за рубежом нашу советскую страну представляла Калантай, тоже дворянка. Вот такая картина. Вот мы такой экскурс провели и выяснили, что право носит односторонний характер. Право – это возведенный в закон воли господствующего класса, и все другие разговоры, красивые права человека и прочее. Это маскировочные такие слова, которые позволяют прикрывать то обстоятельство, что никто не собирается о ваших этих правах заботиться. У вас есть право на жилье и все. Хотите? Если при этом вам удалось получить жилье, мы рады за вас. Если не удалось, мы печальны вместе с вами. Вот и все. Ну, вот это касается права. Ну, разумеется, это право структурировано, очень серьезно имеется в Конституции почти везде. А в некоторых странах ее нет. Например, в Великобритании. Или, если полностью и правильно называть эту страну, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Королевство, да еще Соединенное, и Конституции там нету. Поэтому нету там такого основного закона, который бы лежал в основе других законов. Или хотя бы формально считалось, что лежит. Нету. А там есть прецедентное право. Если вы пошли в суд и решил ваш суд вот так, вопрос, теперь я пошел с аналогичным. Ну, а вы можете ссылаться на то, что вот такое было решение в том суде. И вот этот суд должен теперь принимать во внимание то решение и действовать аналогично. Ну, и так далее. И это длинный, и запутанный такой процесс у них в этой самой в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Так что не везде есть Конституции. Ну, в большинстве стран буржуазных. И не только буржуазных. Есть Конституция. Что такое Конституция? Основной закон. У нас есть основной закон? Ну, если вы внимательнее отнесетесь и не забудете то, что я вам сказал, что для буржуазии право, и все эти права, это больше орнамент, а не фундамент. Вот ответите мне на такой вопрос. А эту Конституцию кто-нибудь принимал? А? Да. Когда? Когда? В 93-м году. В 93-м году? Хоть один человек голосовал? Она была принята, если не было конституция. Ну, как она может быть принята, если не было проекта на голосование, проект ни один не был поставлен. Курс ты делаешь? Что ни один проект Конституции из тех, которые было, их пять проектов было, на голосование поставлен не было. Ни один. Ну, чтобы вы, так, немножко я понимаю, что вы не правоведы, но, наверное, как историки вы понимаете, что для того, чтобы какой-то документ стал правовым, он должен сначала выставить в качестве проекта, и за него должно проголосовать какое-то количество людей. Наверное, не меньшинство, правда? Ну, вы голосовали за эти проекты, которые были? Вы сейчас очень легко это делаете. Вот берете, набираете, какой был вопрос там. Принимаете ли вы Конституцию Российской Федерации? И что вы понимаете? Где текст? Текст где? Надо повлекать проект, надо организовать обсуждение. Есть альтернативные проекты, или не должно быть альтернативных? Ну, поскольку я вот был членом конституционного совещания и заседал в этом совещании в мраморном дворце в Кремле, я вам докладываю, что ни один проект не публиковался официально. Вот я, скажем, как главный редактор «Народной правды», опубликовал наш проект. Его подготовил судья Солнечногорского района в Слободкин. Там были выборы через трудовые коллективы. Я его раздал. На конституционном совещании. Ходил гражданин Жириновский и раздавал свой проект тоже. Собчак имел проект, не раздавал и нигде не опубликовал. Был проект комиссии Верховного Совета во главе с Ельцином. Секретарем был Румянцев. Поэтому считается проект Румянцева. И еще был второй проект Ельцина, в котором были уже вместо названия Советы, Дума и так далее. Вот то, что сейчас считается Конституцией. Этот проект тоже нигде не опубликован был. И вообще эти проекты не опубликованы. И ни один проект не выставлялся на голосование. Вот как вы себе представляете, вот поставили, ну даже один, наплевали на все остальные проекты, выбрали такой, какой захотел какой-то чиновник и поставил его на голосование. Дескать, ну и что ж, сейчас вы увидите, что за него проголосуют, за этот проект большинство. Так надо проект поставить, а никто проект не ставил. Мне надо было посчитать, сколько за него, а сколько против. А что было в 93-м году? А что еще в 93-м году за события были? Рассказать вам? Не помните, что было? Расстрел был. Тысячи человек расстреляли у Белого дома. Тысяча. Так что, так сказать, головы были расшиблены, так сказать, танковыми снарядами и, так сказать, по стенке размазаны. И потом, так сказать, никакого исследования, изучения этого преступления не было, так сказать. Шито-крыто осталось это все. Стреляли из танковых орудий и после этого спрашивают, принимаете вы Конституцию России? Принимаете Конституцию? Не принимаете вы, мы вас стрелим. Поэтому это голосование ничего другого, кроме как, так сказать, накидывание этого флюра на вот эти преступления и закрытие их от мировой общественности, никакого другого не имело. И никто этой Конституцией и не руководствовался. Это с одной стороны. С другой стороны, могу вам сказать. Это на самом деле не чрезвычайный случай, а типичный случай. Никогда не бывает, что сначала принимается Конституция, а потом устанавливаются законы. Вот, скажем, возьмите вы создание советской власти. Революция была по Конституции, что ли, проводилась? Или при отсутствии Советской Конституции? Ну вот съезд Советов собрался, второй, принял решение о назначении Совета народных комиссаров во главе с Лениным. Это по Конституции было, что ли? Конституция была в это время? Ну, как нет? Вон, а Конституция была, но не советская, да? То есть в чем состоит революция? Революция состоит в том, чтобы соблюдать прежнюю законность или растоптать прежнюю законность, уничтожить и создать другую. Но если революция состоит в уничтожении прежней законности, это что значит? Значит, не может быть такого, чтобы, когда проводится революция, то революционеры руководствуются Конституцией. Конституции руководствуются те, кто борется с революцией, контрреволюционеры. И вот появилось советское правительство, установилась советская власть 7 ноября 1917 года. И стали издаваться декреты. Они что, на основе Конституции издавали? Или не на основе Конституции? Не на основе Конституции, не было Конституции совсем. А скажите, пожалуйста, когда появилась советская Конституция? Конституция РСФСР или РСССР? РСФСР. Первая Конституция. В каком? В 1918 году. То есть, вот 1917 год. Все решающие, основополагающие, принял декреты и о земле, и о мире, и о рабочем контроле. Потом, значит, были решения о национализации. Принято решение о национализации было когда? Было это решение о национализации принято о национализации в январе 1918 года. А Конституция позже. Сначала национализировали средства производства, а потом вот и Конституция появилась. То есть, это вот по видимости кажется, что она в основе. На самом деле, сначала дело о бумаге, то есть правовые нормы, они потом оформляются, то дело, которое делается. То есть, это общее правило. Сначала была французская буржуазная революция, а потом была Конституция французской демократической республики. Правильно? Или сначала была Конституция, вот люди держат в руках Конституцию, вместо того, чтобы держать в руках оружие, знамена, и они тут держат в руках значит, этой Конституции, и с Конституцией экземпляров складывают баррикады. Так что ли было? Нет? То есть, на самом деле, основной закон, он скорее завершает процесс изменений, и поэтому никакой трагедии из того, что никто не голосовал за нашу Конституцию, тоже делать нельзя. Да, за нее не голосовали, но она по факту является сейчас Конституцией. По факту. Почему? Потому что вот есть Конституционный суд, он теперь с ней сверяет разные законы. вот он у нас в специальном здании сидит на том Берегу Невы, и, так сказать, Конституция на сегодняшний день у нас есть. И говорят, мы ее не будем менять, а почему? А почему такая незыблемая, что ее кто-нибудь принимал? Нет, не поэтому, потому что она соответствует интересу того класса, который является в России господствующим. Раз она соответствует, хотя у этого класса есть возможности поменять Конституцию, но нет необходимости. А зачем? Потому что она достаточно абстрактная. Если надо, Конституционный суд нужным образом истолкует ее. А то и Конституционный суд, чтобы иногда где-то истолковать правильно нормы права, которые вызывают у кого-то какие-то сомнения. И тогда вы можете с этим познакомиться. Вы, наверное, регулярно не покупаете российскую газету, вот в российской газете печатаются нормы права. В соответствии с тем, что вот право, когда вступает в закон в действие, сначала должна вот Дума три чтения провести, потом после трех чтений принимается закон. Если закон принят Думу, он переходит в Совет Федерации. Если Совет Федерации его принимает, тогда он не возвращается в Думу, а идет дальше на подписание президенту. Президент может его не подписать, а Думу может собрать две палаты и большинством двух третей преодолеть вето президента. И вот тогда президент обязан подписать. И станет после этого законом? Нет. Под законом станет этот законопроект после того, как он будет опубликован в собрании его законений Российской Федерации и в Российской газете. Вот в Российской газете, поскольку задача состоит в том, что он публиковать, читать его совершенно невозможно мелким шрифтом. Написаны огромные простыни. И они там все время публикуются. Газета стоит 10 рублей независимо от толщины. И вот туда, так сказать, помещают всякие разные дополнения, изменения к законам и так далее. И все знают, что никто это не считает, но незнание законов не освобождает от ответственности за их невыполнение. Вот вы сейчас сидите, а не знаете, что вы должны делать по законам. Может, вы уже нарушительница закона. Откуда вы знаете, что вы не нарушительница, а вы? Так и вот вы беззаботные сидите, как будто вы не преступники. А я вообще, может быть, ужасный преступник, но я этого не знаю. Почему? Потому что я последний этим метким шрифтом написанный закон не читал. Может, что-нибудь написано такое, чего я делать не должен. Но так устроено право и так гласит такое одно из важнейших положений права. Незнание законов не освобождает от ответственности за их нарушение. Гражданка вы нарушили, а что я нарушил? А вот, вот вам могут показать потом, что вы нарушили, а могут они показывать. Скажут, зайдите к адвокату, он вам покажет. Деньги платите, он вам объяснит, что вы нарушили. Ну вот, это все нормы права, о которых мы говорим. Я думаю, уже достаточно много мы о нормах права говорим. Недалеко уже мы ушли от того, что это что-то такое естественное, это очень даже общественное. И это все относится к проблемам классовой борьбы в обществе, поскольку речь идет о нормах, которые устанавливает господствующий класс для того, чтобы осуществлять свое господство. Потому что задача классовой борьбы в чем состоит? Или политики? Мы об этом уже говорили. Политика это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Значит, тот класс, который завоевал государственную власть, держит ее в руках, он должен ее удерживать. И для этого есть всякие средства, конституции, законы и так далее. Вот он ее удерживает. И для того, чтобы ее удерживать, он применяет меры государственного принуждения. И еще он применяет меры государственного принуждения для того, чтобы осуществлять свои интересы. И если ему каких-то законов не хватает, то он вводит. Если они недостаточно строгие, он более строгие. Если слишком строгие, он может ослабить. И так далее. Он же господствующий класс. Он не ограничен, его воли никакими законами не ограничены, он сам творит эти законы. Вот и все. А вот если мы возьмем другого рода нормы общественные, за которыми не стоит никакая дубинка, никакая сила, то чем тогда они удерживаются другие нормы, скажем, общественного поведения? Это нравственные нормы. Дескать, вот так делать хорошо, вот так нехорошо. Вот чем это удерживается? Какая ответственность может быть у человека, если он нарушил нравственные или моральные нормы? Вот надо сказать, что в вопросе о том, что считать нравственным, а что считать моральным, и в чем различие нравственности и морали, такой полной ясности до сих пор нет. Ну вот можно считать, что нравственные нормы, это такие внешние нормы, а мораль, когда у вас, так сказать, до глубины души туда шла, вот вы по своей морали так поступаете. Вы человек высокоморальный, не потому, что вам установили эти нормы, что вас кто-то будет осуждать, а вы по глубине души так поступаете. Вот вы и наоборот. А моральный человек, он человек у вторых, не соблюдает никакие вот эти общественные нормы, и они у него никак. В душе у него совсем другое. Душа у него другая, у него установки другие, противоположные нравственным нормам. А нравственные нормы общество устанавливает, правда? Вот скажите, пожалуйста, если общество раскруто на… Ну как оно, какая ответственность за нарушение вот нравственных норм? Общественное порицание. Общественное порицание. Ну это пишется, что ли, где-нибудь бумагу дают? Я прихожу, а вы мне просто двое. И приносите мне бумагу, написано. Вам, Михаил Алексеевич, мы студенты, выносим общественное порицание. А чтобы я так просто не отвертелся, у вас еще есть по два экземпляра у каждой. А мне вы даете, чтобы я был в курсе дела. То есть это вообще… То я могу эту бумажку порвать? Могу. Ну а порицание все равно остается. Во-первых, у вас остаются эти бумажки. А вы только можете без всяких бумажек мне вынести порицание, правильно? То есть чем защищается общественная норма? Общественным мнением. Да? А нельзя ли этот процесс тоже углубиться? Вот если общественное мнение, общественное порицание, общественное обсуждение. А общество у нас расколнуто на противоположные классы. А противоположные классы мы берем классовое общество, потому что мы никак за этого класса общества не выбрались. Поскольку и рабовладельческое общество классовое, и феодальное классовое, и буржуазное классовое. А что касается социалистического общества, оно бесклассовое, но полностью в нем деление на классы еще не преодолено. И нет, и не было на земле еще ни одного общества, в котором бы полностью было преодолено деление общества на классы. Вот скажем, сейчас Канаде-Эр считается социалистической страной, а социализм – это такой коммунизм, который имеет на себе следы выхождения из капитализма, родимые пятна. Одно из таких пятен – это еще не преодоленное, не полностью преодоленное деление общества на классы. Антогонистических классов нет, но классы еще полностью не преодолены. Есть различия между городом и деревней, людьми, физического, людьми мусорного труда. Можно так сделать, чтобы городу было хорошо, а деревне – плохо. А как это сделать? А вот в городе весь мусор собирать и в деревню сводить. Вот у нас, например, есть деревня Новоселки, она вам ничего не говорит? Вот если вы поедете из города через Комеданский проспект по парашютной улице, выйдете на кольцевую автодорогу, там стоят два завода – Ниссан и Ниссан французский, а рядом вот там немножко проехать завод Фюандель. А между ними у деревни Новоселки огромная гора. Вот туда со всего города свозили мусор. А? Сейчас есть возможность заниматься автодорогизацией мусора самостоятельно? Есть активные граждане, которые могут подать? Да, возможности есть. Более того, значит, вот эту гору в результате многочисленных протестов граждан, что и строительством этих двух заводов, ту лесополосу, которая отделяла помойку от города, вот как раз в этой части, где расположен стадион, вот эта намывная часть Приморского района, ее уничтожили, и поэтому как оттуда потянет ветерок, так туда этот вонь страшный идет прямо на Приморский район. Ну и вот в результате многочисленных протестов это вроде бы закрыли, эту самую помойку. Но сколько лет она еще будет, так сказать, зловоннее излучать? Неизвестно, потому что там страшные химические реакции проходят. Потому что валили без всякого разбора и навалили огромную гору. Ну, я сейчас говорю о различии между городом и деревней. Город очищали и куда привозили? К деревне Новоселки, а там люди живут. Эти люди там жить не могут. – А вот, ну, Саша, к чему вы предположите? – Да нет, я просто сам факт, что говорю. Это вот надо просто видеть это противоречие. Или у нас говорят, давайте переведем промышленность из городов. Куда? То есть, вот, как вы понимаете, промышленность, а кроме положительного, имеет некоторую отрицательную сторону. Какую? Сбрасывает воду промышленную, неочищенную, сплошь и рядом, в реке, в Неву, в ту же самую. Потом решается вопрос очень просто. Весной вам сообщают, что есть только один водоем, где-то в Красном Селе, в котором можно купаться. Больше в Санкт-Петербурге купаться нельзя. Что означает слово «нельзя купаться»? Правовая это норма или общественная? Получается, что она неправовая, потому что если нельзя, ну, не стоят там милиционеры, которые вас не пускают купаться. Более того, на водоемах, например, в озерках и на других водоемах оборудованы лодочные станции, спасательные станции, работают спасатели, они следят шариками, обозначенные места для купания. Люди купаются там бесконечно, огромное количество людей. И там же висят слова «Купание запрещено». Не видели такую картину? Вы можете поехать в Сестрорез, он на озеро разлив, на котором тоже купание запрещено. Весь берег, вот по пути из Тарфовки туда, в направлении Шалашу, там сплошные такие маленькие пляжики, на них все купаются. И есть большие пляжи, например, бывший офицерский пляж, потом решили, что офицеры бедные, уже не будем написать, называть офицерский. Детский пляж, вот этот детский пляж, на нем и раздевалки, и соответствующие для загорания причиндалы. Написано везде, купаться запрещено. Купается или не купается? Купается. Есть парк Дубки, в Сестрорезке. Там вы можете взять лодку, выехать прямо в Финский залив. Не только пока покататься в самом парке, а выходить, где-то 500 метров уехать в Финский залив и вернуться обратно. Там они глубоко как раз. Если вдруг вы перевернете, сюда не узнаете. Вот купаться запрещено. А в чем дело? А в том дело, что в Финский залив сбрасывают много неочиненных вод. И как к этому относятся соответствующие органы? Так вот. Вы купайтесь, это ваше. Вы вам написали, что купаться запрещено? Если вы потом заболеете, будете чего-то, придете лечиться, скажете, я, почему? Вот я заболела, я искупалась в Финском заливе, куда смотрит государство? А вы на пляже были? Были. А вы надпись купаться запрещено видели? Видели. Гражданка, ну что вы пришли теперь? То есть, какой смысл этих надписей? Смысл в том, чтобы вот те люди, которым положено заниматься ощущением этого дела, они умывают руки. Значит, известно, что из, как у нас называется этот пригород, где танковый полигон был, в районе, в районе Левашова. вот оттуда, оттуда, идет река Черная. Эта река Черная впадает в озеро Разлив. В озеро Разлив еще впадает река Сестра. И вот 40% источных вод, которые идут по реке Черной, неочищены. И тут вдруг состоялось крупное событие. Встретились губернатор Ленинградской области, товарищ Дрозденко, и наш губернатор города. Встретились для того, чтобы открыть новые очистные сооружения. Как вы думаете, для чего? Чтобы не 40% было неочищенных, а все 100% были очищены. Нет. А вот, дескать, вот у нас теперь новые очистные сооружения, и теперь мы можем в этом районе, откуда идет сброс источных вод, начать большое жилищное строительство. А жилищное строительство что дает? Деньги дает. И как это приведет только не к тому, что будет меньше этих самых отходов в озеро разлив, а будет и больше. И вдруг мы наблюдаем, что там какие-то граждане сделали такой остров квадратный недалеко от берега и копают прямо и песок, дно углубляют, ну, думают, чистят. Выяснилось, что это люди, которые делали дорогу, им легче было, чем где-то покупать песок, они прямо песок со дна берут, озеро разлив, и вовсе не занимается его очисткой. То есть, что мы наблюдаем? А мы наблюдаем лозунг вывести предприятие промышленное из городов. Куда? Из городов? я вас не побоя вам рассказываю. Это просто вы можете этого не знать, а надо видеть, что у нас происходит. Вы же историки, тем более музеологи. Потом будет музей этих самых очистных сооружений, когда будет впервые очищено то, что у нас не очищено. и, соответственно, что получается, что не проблема решается, надо что поставить дымоуловители, газоуловители, закупить соответствующее оборудование, закупить соответствующие вещи, прекратить вот это сваливание всего вместе, когда есть, поезжайте в Финляндию ближайшую, посмотрите, там люди выходят и выносят отдельно, стекло отдельно, пластмассу отдельно, бумагу отдельно, металл, и все. И люди вносят, там нет этой, от чего получается такая вонища, потому что все сбрасывается. В том же Ленинграде, когда тут был гражданин Романов первым секретарем, у нас собирали пищевые отходы на всех, во всех домах, все дворники, они жили, в каждом доме был один дворник и служебная площадь. Я в это время мальчишка был, у меня была задача семейная, так сказать, выносить пищевые отходы в такой бачок с крышкой. Каждый дворник должен быть каждый день мыть этот бачок, каждый день приезжали машины, забирали эти самые отходы, и у нас были огромные птиц, свинокомплексы под Ленинградом, которые бесплатный корм получали каждый день, свежий. Вот это то, что сейчас, собственно говоря, что дает вонь и что гниет, это обеспечивало колоссальное производство ветчины. Ветчина у нас была очень вкусная, гораздо вкуснее, чем сейчас, и натуральная. То есть, все это решаемая проблема, но это проблема трудная. Есть такое различие между людьми, умственного и физического труда. Есть? Есть. Это тоже противоречие. То есть, эти все противоречия так просто, быстро не решаются, и никакими их законами, просто так, увещеваниями, бумагами их не решишь. Нужна соответствующая деятельность, работа, производство соответствующего, планирование этих мероприятий, осуществления и так далее. Вот. И нравственными увещеваниями тоже это не решишь. Если вы не поставлены в, так сказать, около домов соответствующие для раздельной уборки мусора вещи, то осуждать людей за то, что они выбросили в единую помойку, конечно, нельзя. Встает вопрос, если общество классовое, как нравственная норма, классовый характер носит или не классовый? Классовый. Вот если я миллиардер, это хорошо же жить чужим трудом? Какое считаете? А? Вы считаете, что нехорошо, а я как миллиардер считаю, что хорошо. Вот если я вас буду эксплуатировать, мне же будет хорошо. Значит, эксплуатировать хорошо. А как мне тогда оправдать это дело? Ну, значит, если у вас мало денег, значит, какой я сделаю вывод? Вы неуспешные пришли. Я успешный, а вы неуспешные. В общем, просто. Так и приходит. Вот есть скромный Рома Абрамович, он миллиардер. У него есть яхта, у него есть подводная лодка, которая на эту яхту загружается и с нее запускается. Небольшая. Вот. Он купил себе клуб футбольный. Думаете, он просто любит футбол? Сейчас все эти клубы это такой способ наращивания своего капитала, потому что все эти клубы это акционерное общество. Вот, допустим, собирается на стадионе 60 тысяч полностью, 60 тысяч болельщиков и по тысяче рублей всего билет. Это сколько получается, сколько денег получает владелец стадиона, скажите, пожалуйста. Сколько? А вот конкретно почему много? 60 тысяч по тысяче рублей билет. Сколько? Да. 60 миллионов. 60 миллионов. А? Они же не все владеют со стадионом на стадионе. Не все. Вот если нас трое, то мы на троих и поделим. Не все. А футбольная команда? А футбольная команда, вот поэтому они там, это люди, которые обеспечивают нам эти миллионы, поэтому и футболистам отстегивают миллионы. Ну, мы за один вечер получим 60 миллионов, а они получат раз в месяц миллион. Видите разницу? Они это люди, которые нам деньги приносят. Пусть бегают. Мы закупим иностранных. Пускай за Спартак болеет негр из Центральной Африки. Он быстро бегает, хорошо. Деньги мне принесет. Все клубы сейчас, все они акционерные, общество у них так и созданное, как и работают, как акционерные общества. И там уже начинаются правовые нормы. А когда можно переходить из клуба в клуб? Окно для этого выделено. Это уже такие нормы общемировые. Вот. Но мы сразу видим, что с одной стороны есть люди, которые находят такие средства получать нетрудовые доходы и очень большие. Есть другие люди, сколько бы они ни работали, они знают, что от трудов праведных не наживешь палат каменных. Вы видели какого-нибудь миллионера профессора? Не видели? Или миллиардера? Да. Где-нибудь есть такие? Ну, я не знаю насчет органа кудового каменного москва и драйвила. Точно так же, как про студентов говорят, что кто не был студентом, тому непонятно, как хочется кушать, как хочется спать. Перерыв на 10 минут. Спасибо. Спасибо. Спасибо.